Ингибиторы АПФ Ингибиторы АПФ Необходимо, конечно, владеть информацией И информация – это то, что нас вооружает и защищает Даже если мало общих знаний Необходимо, по всей вероятности, усвоить некоторые конкретности Некоторые прописные истины, которые есть в рекомендациях И которые есть в клинических документах Утвержденных и Министерством, и Державным экспертным центром Поэтому мы эту тему сейчас осмотрим Вот в каком аспекту Американская ассоциация сердца Американский колледж кардиологии Европейское общество кардиологии С 2012 года при пересмотре рекомендаций В лечении больно-гостным коронарным синдромом В частности, инфаркта миокарда статевого сегмента Если ингибиторы АПФ выводят на уровень первого А-класса Причем каким категориям больных? Тем категориям больных, которые имеют фракцию выброса левого желудочка меньше 40 У которых низкий сердечный выброс И у которых отсутствует артериальная систолическая гипотензия То есть систолическое артериальное давление не должно быть меньше 100 мм Или не должно снижаться меньше 30 мм тупного столба под исходным Естественно, при отсутствии известных противопоказаний на назначение этой группы препаратов Класс 2А рекомендаций говорит о том, что ингибиторы АПФ должны назначаться Рутинно при остром коронарном синдроме Всем больным с ревацией сегмента АСТ То есть это уже на усмотрение врача Если это обязательная программа 1А, то это на усмотрение врача Но поскольку ингибиторы АПФ Это хорошо зарекомендовали как препараты, повышающие выживаемость После сердечно-сосудистых катастроф То, соответственно, и мы, следуя эти рекомендации, ими пользуемся Относительно европейских рекомендаций Отдельно они прописаны более кратко Но, тем не менее, повторяют суть тех общих американских рекомендаций И что касается инфаркта миокарда Без подъема сегмента СТ То эти больные должны получать ингибиторы АПФ Если они не имеют противопоказаний И имеют нарушение насосной функции сердца Вот такое вкратце вступление Относительно лечения ингибиторами АПФ Инфаркта миокарда Что касается наших украинских рекомендаций И наших украинских регулирующих документов То мы знаем, что здесь еще существует И действует приказ номер 436 От 2006 года В части лечения больных Инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ И вышел новый приказ в этом году 455-й Который утвердил протокол И клиничную настановку По лечению инфаркта миокарда С подъемом сегмента СТ Вот в этом приказе записано Что ингибиторы АПФ Показаны, начиная с первых суток Острого инфаркта миокарда С эвацией сегмента СТ Пациенту, у которых есть признаки Сердечной недостаточности У которых есть историческая дисфункция Левого желудочка Сахарным миопедом И передней локализации Инфаркта миокарда То есть автоматически Есть передняя локализация Значит это большой инфаркт Значит этот инфаркт Который может привести К нарушению Насосной функции сердца Таким образом Место ингибиторов АПФ При лечении инфаркта миокарда Принципиально определено Но Те же позиции И те же положения Закреплены еще в одном документе Это государственный формуляр Лекарственных средств Вот исходя из всех этих Регулирующих документов Я бы хотел, чтобы мы сейчас Рассмотрели, а как же правильно Подойти к назначению Того или другого ингибитора АПФ Сейчас я проведу некоторую параллель Между клиническими рекомендациями И теми, и той информацией Которая имеется В государственном формуляре Лекарственных средств И я думаю вы поймете Место каждого ингибитора АПФ В лечении Той или иной категории больных Все эти рекомендации Были проведены на основе Результатов Многоцентровых международных Исследований Исследований было много Очень много ингибитора АПФ Исследовалось при различных состояниях И начнем мы с Вазеноприба Исследование ФААМИС Которое проводилось У больных гостров инфарктов Меокарда показала Достаточно неплохой результат У пациентов Снижение риска смерти Или переход Сердечной недостаточности В сторону усугубления Соградился на 34,7% У пациентов У которых не было Сердечной недостаточности Сокращение риска развития Сердечной недостаточности На 34,1% И через 2 года Натрудения Сокращение риска Смерти от сердечной недостаточности Почти на 30% Достаточно хорошие результаты Этот препарат занял В общем-то Своё достойное место Но Даже при таких хороших результатах Вы видите Что показания Для применения При инфаркте миокарда В инструкции И в формуляре Лекарственных средств У фазиноприо Нет Поэтому Оглядываясь На результаты Клинических исследований И сопоставляя это С теми данными Которые имеются В регуляторных документах Мы делаем вывод Для того, чтобы быть Информированным И защищенным Пожалуйста Не назначайте Тот ингибитор АПФ У которого Минуты показания Той или иной Патологии Фазиноприо Артериальная Инпертензия И Хроническая сердечная Недостаточность Других Показаний Нет Дальше Вообще О женической болезни Зерца Речь не идет Следующее Эновоприю Прекрасный Ингибитор АПФ Всем известный Изучение Было Несколько Исследований При инфарктах Миагарда И вот Одно из этих Исследований Консенсус 2 Было прекращено Еще в 91 году По рекомендации Комитета по безопасности Из-за отсутствия Различий Пользу Эновоприю Таким образом Его пробовали Комбинировать И с имластатином Добивались Каких-то результатов Какое-то было Сокращение Смерти И риска Возникновения Инфаркта И инсульта По сравнению С плацетом Но тем не менее Эновоприю Не вошел Не вошел В перечень Тех препаратов Которыми Можно Лечить Больную Пищеническую Морезнюю Сердце И инфаркта Вот такая История С этими Двумя Ингибиторами АПФ Следующий Ингибитор Здесь абсолютно Представлены Все ингибиторы АПФ Которые Есть у нас На рынке Украины Спираприю Или квадраприю Он больше Под такими Названиями Неизвестен Показания Одно Эссенциальная Актериальная Депритезия Других Показаний Нет Нет Ишемической Болезни Сердца Тем более Инфаркта Миокарда Мой Цеприн Этот препарат Исследовался Тоже Но опять Таки Показаний Для Лечения Инфаркта Миокарда При Ишемической Болезни Сердце У этого Препарата Нет Дальше Периндаприл Периндаприл Не исследовался Восем При Инфаркте Миокарда Но он Исследовался У больных Со стабильной Ишемической Болезнью Сердца И вот Такой Вывод На основании Результатов Исследования Европы Был Сделан Что Периндаприл Предупреждает Сердечно-сосудистые Осважнения У пациентов С документированной Подтвержденной Стабильной Ишемической Болезнью Сердца В качестве Рекомендаций Возможно Долгодревага Ликувания Которое Сменьшает Резик Выникновения Инфаркта Досекционной Недостательности Но Прямых Указаний Применения При Инфаркте У этого Препарата Нет Виндапил Тоже Исследовался Исследований Вабадис И Показался Неплохо По результатам Исследования Как в плане Эффективности Так и в плане Безопасности Но Тем не менее Показаний Для лечения Инфаркта Неогарда У этого Ингибитора В Нет Есть Показания Артериальная Гипертензия И граничная Сердечная Недостаточность Дальше Каптоприв Самый Старый Ингибитор В Короткого Действия Который Действительно Великолепный Препарат Промерялся Он В нескольких Исследованиях По лечению Инфаркта Миогарда Это Исследование КАЦ Где он Зарекомендовался Это Неплохо Это Исследование CCS1 Это Исследование Айзис4 И вот Этот препарат Этот Ингибитор В Короткого Действия Нашел В Своем В Своем Место В Лечении В Лечении Левожелудочковой Дисфункции После Перенесенного Инфаркта В Лук Сейчас Извините Пройдем Нашел Он Место Своем В Лечении Левожелудочковой Дисфункции После Перенесенного Инфаркта Миогарда Вот Препарат Первый Из ингибиторов ЭПРФ Рассматриваем Сегодня В этом В этом Сообщении Который Имеет Право На Лечение Инфаркта Миогарда Препарат 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 Недостаточно Недостаточной Недостаточной Насосной Функции Сердца С низкой Фракцией Выброса Это будет Неправильно Следующий Препарат Это Следующий Препарат Трандовоприв Который Трандовоприв Изучался Во многих Исследованиях Я здесь Только Результат Трандовоприв Показал Не очень Большую Разницу Видите Статистически Недостоверно Это была Разница У этого Трандовоприва После Неопатального Инфаркта Миогарда Или Хирургической Ревоскулиницией И Этот Препарат Почему-то Нашел Своё место В лечении Инфаркта Миогарда Так Прописано В британской Национальной Формакопилии И так Прописано В европейских Рекомендациях И в американских Украинские Рекомендации Об этом Не говорят То есть Этот препарат Украинских Рекомендациях Отсутствует О чём Я скажу Ещё Позже Исследование СМАК Здесь исследовался Препарат Тафеноприв Хороший препарат Он исследовался У категории Памир С инфаркта Миогарда Но опять-таки Ограничение Возрасте До 80 лет И ограничение В методах Лечения Это были Категория Болобойных Которым не проводилась Тромбоэлитическая Терапия Он показал Хорошие результаты Назначался Первые сутки Инфаркта Миогарда И таким образом Занял своё место По показаниям Вот так как Было прописано Для больных Которым не проводили Тромбоэлитическую Терапию Следующий препарат Это препарат Рамеприус Рамеприус Следовался в очень Многих исследованиях Наиболее изученный Препарат Он исследовался Достаточно долго Из разных позиций Влияние его И на носу Срунцию сердца И на антиишемический На антиишемический Эффект И этот препарат Тоже занял Своё достойное место По результатам Всех исследований В лечении Больных Острых инфарктов Миогарда Вот Реследование Ая Смертно снизилось На 27% Достаточно Хорошие Хорошие Результаты Это исследование Было продолжено Ещё на 3 года Уже под другим Названием Аэроэкстеншн И Этих Категория Больных Уже На протяжении Двух лет Исследования Аэро Плюсы Аэрекс Итого Пять лет Показало Снижение Клуботильной Смертности На 36% Больной Категории Больных Достаточно Хорошие Результаты Они подтвержены Были В дальнейших Исследованиях И Вот Мы подходим К тому Что Ретроспективно Оказалось Надо было Оценить А Какие же Ингибиторы АБФ Какие же Ингибиторы АБФ Более подходящие Для лечения Инфаркта Необходящие Вот мы Видим Рамид Он На второй Неделе Лечения Повысил Даже Фракцию Выброса Фракцию Выброса Желудочка У больных Инфарктов Меркан Достаточно Хорошо Сетап Препарата Рекомендовал Был Излучен И Дозозависимый Эффект Чем больше Снижение Давления Тем лучше Антишемическое Действие Мы знаем Что И Развитие Развитие Такой Конечно Комбинированной Точки Как Сердечно-сосудистая Смерть Болстро Инфаркт Меркан Несердечно Недостаточно Снизивать Более Чем Наполовину У Этих Вольных И Вот Антиприл Нашел Своё Достойное Место В наших Документах Это Выдержка Из Государственного Формуляра Лекарственных Свет Не прописанный Ему Прописаны Его Показания К применению Вы видите Здесь Наибольше У этого Препарата У этого Ингибитора АПР Наибольше Показаний При Ижемической Болезни Сердца И При Инфаркте Миогарта Итак Возвращаемся К основному Документу Государственный Формуляр Лекарственных Свет Делаем Выдержку Из того Что Мы Уже Сегодня Знаем Прослушав Эту Информацию Итого Четыре Препарата У которых Есть Показания Для лечения Инфаркта Миокарта Из всей Группы Миокарта Но Со Стабильной Гемодинамикой За Финоприл Лечение Больных С Инфарктом Миокарта Первые Два Четыре Часа У которых Стабильная Гемодинамика И Им Не Проводили Тромболитическую Терапию И Наиболее Широкие Показания В этом Плане Имеет Кроме Прием Перечислены Абсолютно Все Состояния Связаны С Инфарктом Меркарта Вот Я Сделал Такую Сводную Табличку Про Ингибитор ВПФ Для того Чтобы Было Понятно Вот Это Наши Рекомендации Это Рекомендации Державного Фармацентра Или Фармацентра По Применению Всех Ингибиторов ВПФ При Различных Состояниях Атериальная Гипертензия Сердечная Недостаточность Достаточно Не все Имеют Такие Показания Вы видите Спиропил И Морексиприл Не имеют Такой Показания Дилатация Левого Желудочка Имеют Такие Показания Только 4 Миллибитера ВПФ Инфаркт Миокарта Имеют Такие Показания Только 4 Миллибитера ВПФ Снижение Риска Развития Тишенической Болезни Сердца У двух Препаратов Индоприл Ромеприл Диабетическая Недропатия Ромеприл Калилоприл 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 И Вторичная Профилактика Церепровоскулярных Катастроф Ромеприл И Переноприл Вот такая Сетка Ингибитера ВПФ Я думаю Она поможет Ориентироваться Врачам Не кардиологам Семейным Врачам В том Какие Ингибитеры ВПФ Надо Назначать Этой категории Болезни Было Проведено Исследование Регистровое Исследование Митро Плюс Где сравнивали С ингибитер ВПФ Все остальные С ромеприлом По эффективности И вы видите Что Ромеприл Лучше всех Действовал И на Показатели Снижения Госпитальной Смертности На развитие Сердечно Недостаточности После Выписки На Неопатальные Большие Церепровоскулярные События На Профилактику Инсульта И Необходимость Срочной Черескожной Коронарной Ревоскуляризации И Альтокоронарного Альтокоронарного Примерно Так Относительно Ромеприл И Других Ингибитер ЛАПФ При остров Коронарном Синдроме Для того Чтобы Лучше Запоминалось Для Образности Я Вам И Сегодня Международный День Мужчин Это В преддверии Доклада Юрия Михайловича Я хочу Чтобы Этот свайд Порад Был Всех Я Заменяюсь Правильно Спасибо Вы Не Это Примерно Редактор Корректор 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 Продолжение следует...